Эксит У компании Эксит Тойз есть бассейны двух форм, круглые и прямоугольные. Они могут отличаться по размерам. В ассортименте есть прямоугольные модели с габаритами от 220 на 150 до 300 на 200 сантиметров. Варианты круглых бассейнов могут варьироваться в диаметре от 244 до 450 сантиметров. Но самое интересное в том, что под каждый бассейн можно подобрать купольную защиту. Купола имеют стальную раму, из-за чего справятся с ветром и некоторыми нагрузками от особо активных пловцов. Они быстро закрываются и открываются при необходимости. Не нужно никаких дополнительных движений. Одно простое действие, и бассейн либо находится под открытым небом, либо защищен от внешних угроз. Купола можно купить отдельно, но есть возможность приобрести бассейн сразу с крышкой, хоть будут доступны и не все возможные размеры. Гриль LifeFire – это основа, на которой уже можно многое приготовить. Плюс здесь есть удобные боковые полки, а также места для хранения дров и угля. Однако можно не ограничиваться стандартным решением за 849 долларов и приобрести дополнения, которые подходят под разные виды уличной готовки. Например, первый комплект включает в себя сковородку и подставку под нее. Второй комплект включает систему у гриля с названием Outpost, которая может регулироваться по высоте. Следующий комплект – это для любителей делать пиццу. Вместе с грилем идет большая печь для пиццы, а также крышка для нее. И последний доступный вариант – это комплект, в который помимо основного гриля включен котелок для огня, крючок для чайника, сам чайник, крышка, три дополнительных крюка, а также система гриля Outpost. Ситкон С помощью этого решения от компании Ситкон можно упростить выброс мусора и просто улучшить условия на придомовой территории. Чтобы опорожнить мусорный контейнер, пользователю требуется подвести и как следует присоединить его к блоку системы Ситкон. Затем нужно разблокировать ее и зажать две кнопки. Бак поднимается, а весь мусор выбрасывается. После этого отходы попадают в подземную часть системы, где прессуются, тем самым увеличивая вместимость в 6-10 раз. Улучшение придомовой территории происходит по одной простой причине – мусор хранится не на поверхности, а под землей. Благодаря этому его не могут растащить животные, а возле жилища не будет неприятного запаха. Дек ту гоу Сложно ли уложить настил на заднем дворе? В зависимости от умений может быть по-разному, однако у компании Дек ту гоу есть способ, при котором с задачей может справиться буквально каждый. Для этого нужны пластиковые опоры, которые могут прикручиваться к поверхности, чтобы обеспечить дополнительную устойчивость. Еще они умеют регулироваться, это необходимо уже для того, чтобы будущий настил был ровным. После установки опор на них нужно просто положить одну из панелей компании, которая была предварительно выбрана из множества вариантов с разными размерами. Для быстрого создания одного блока настила от компании Дек ту гоу нужно заплатить как минимум 99 долларов за комплект из восьми опор и 340 долларов за одну панель размером 1,2 на 1,2 метра. Пермастил Находясь в бассейне в самый жаркий день, вы вряд ли захотите идти до кухонного холодильника за холодным напитком. Для спасения в этом случае есть передвижные варианты от пермастил. Передвигаются они, как бы очевидно это ни было, на своих колесах. Так что холодильник можно держать около себя, когда нужно охладиться напитком, а затем увезти его в безопасное место, когда нагрянула непогода. Конечно, вместительность далека от той, что есть у стандартных кухонных вариантов, и составляет всего 75 литров. Однако создатели говорят, что туда поместится 110 обычных банок объемом 0,33 литра. Можно охлаждаться напитками хоть весь день, но сначала за такое удовольствие нужно заплатить. В зависимости от дизайна, цена мобильных холодильников варьируется от 199 до 270 долларов. Плей 2 Мы живем в век высоких технологий и постоянной экономии. Чтобы соответствовать этим критериям, на заводе компании Sunology создали систему Play 2. Она быстро устанавливается. Нужно лишь поднять систему за стойки и разместить в подходящем месте, поставить два балласта, которые наполняются водой, а затем подключить к розетке. Да, даже не требуется подключение инвертора, он имеется по умолчанию. Как говорят в Sunology, в солнечной панели используется технология с оптимизированным размером фотоэлементов, из-за чего КПД достигает 22,5%, а итоговая мощность составляет 450 Вт. По данным компании, система выдерживает ветер скоростью 150 км в час, град диаметром более 35 мм, прилетевший со скоростью 103,4 км в час, а также снег, высокие и низкие температуры. В общем, не нужно будет после каждого шторма тратить шестьсот шестьдесят четыре доллара, чтобы заменить систему на новую. Gardeners Каждый садовод знает, что в числе вредителей могут затесаться всюду бегающие и прыгающие домашние животные, но с такими клетками у них вряд ли получится как-либо навредить драгоценным растениям. Посадки могут иметь различные размеры, однако это не станет проблемой. Компания Gardeners Supply создает разные защитные приспособления. Есть варианты для крупных растений, для самых маленьких, и даже большие кусты не останутся беззащитными. К тому же можно огородить от животных целую грядку. Вне зависимости от размеров, защита для посадок сделана из проволоки, притом оцинкованной, из-за чего клетки устойчивы не только к нападкам со стороны пушистых и пернатых вредителей, но и к ржавчине. Цена таких жилищ для растений начинается с 28 долларов за самые маленькие варианты и может достигать 200 долларов. За такие деньги продаются решения для защиты больших кустов. Solar Fence Солнечные крыши, солнечные балконы. Кажется, солнечные панели можно установить где угодно. Например, у самых оригинальных домовладельцев даже заборы умеют добывать солнечную энергию. Будем откровенны. Поставить нечто такое на своем участке – это дорого, потому что фотоэлектрические элементы пока что не отличаются низкой ценой. Однако, если смотреть на перспективу, то вложения стоящие. Станут ниже счета за электроэнергию и отопление. Электричество в большей степени будет получаться от солнца. Наиболее эффективно это все будет работать, если вы решите установить панели на длинный забор. Когда-нибудь такое ограждение точно окупится. А еще такой забор необычно и даже в некотором роде стильно выглядит, так что таким образом можно поднять эстетическую ценность участка. Strong Way Работы в саду – это чаще всего статичная и не особо удобная поза, которая в итоге приводит к походу в больницу. Сберечь свое здоровье и облегчить работу можно с помощью вот такой причудливой штуки за 120 долларов. Это просто четыре колеса и сидение, которое компания Northern Tool сделала поворачивающимся на 360 градусов. То есть на нем можно сидеть, в это время осуществляя какие-либо задачи в саду. Активно действуют только руки. Плюс к этому сидение мягкое и имеет спинку, поэтому оно просто удобное. Также садоводу не нужно таскать с собой инструменты и другие приспособления. Есть проволочная корзина, тканевые чехлы для инструментов на поручне и удобный лоток. Ротери-хайдропоник Если поставить такую штуку где-нибудь на заднем дворе, то он превратится в подобие высокотехнологичной лаборатории, где еще можно увидеть настолько футуристичные объекты. На самом деле здесь все просто. Это гидропонная ферма. А если конкретнее, вращающаяся гидропонная ферма. Конструкция делается такой для того, чтобы каждое растение получало достаточное количество света от одной единственной лампы, расположенной в центре. Схожая лампа не смогла бы хорошо осветить такую же площадь посадок при использовании традиционной вариации гидропонной фермы. В результате увеличивается эффективность использования электроэнергии, а также экономится используемое пространство, так как вращающаяся ферма будет занимать намного меньше места, чем традиционное решение, имеющее такие же размеры. Кстати, несмотря на причудливую форму, подобные системы делаются такими же автономными, как и обычные гидропонные решения. То есть пользователю нужно озаботиться лишь тем, чтобы вовремя добавлять насыщенную нужными для растения элементами воду. Думаете, что с подобных ферм будет слишком небольшой урожай? Что ж, можно подсмотреть идею в парке Автостад, где расположен вот такой вращающийся сад-тоннель. В этом случае, конечно, о гидропонике речи не идёт, но никто не мешает сделать такую же большую ферму по этой технологии. Tailgater 2 В компании Ukea пришли к не самому очевидному решению — создать уличный камин, который греет не только тело, но и душу с помощью любимой музыки. Она исходит из двух динамиков и сабвуфера, а также может включаться посредством смартфона с расстояния не более 18 метров. За прослушивание музыки главное не забыть о том, что у нас здесь ещё и огонь. Правда, вряд ли кто-то сможет упустить его из виду. В одном из четырёх режимов языки пламени полностью синхронизируются с играющей мелодией. Слушать музыку и наблюдать за движущимся вверх-вниз пламенем можно в течение 20 часов — настолько хватает аккумулятора. А заплатить за столь интересное приспособление нужно 599 долларов. Этот садовый помощник справляется со стрижкой газона на площади до 4500 квадратных метров. И всё это на одном заряде. Затем роботу нужно 90 минут на пополнение энергетического запаса, в процессе которого наполняется аккумулятор ёмкостью 18 Ач. И после этого Moorator S1 снова выходит на бой с неровной травой. Это хорошее дополнение к привычным инструментам, позволяющие тратить меньше сил и времени на выполнение различных задач в саду. Однако создатели не сделали Moorator S1 автономным. Он ездит только под управлением пользователя, который нажимает кнопки на специальном пульте. Но это не значит, что пользователю нужно будет контролировать абсолютно всё, что происходит с газонокосилкой. Например, у Moorator S1 есть датчики, которые дают устройству команду остановиться, если на пути зафиксированы преграды. За такого помощника нужно заплатить около 4000 долларов. Однако есть более продвинутая модель, которая способна передвигаться по более сложной территории. Она стоит уже более 5300 долларов. Realm Пособирать конструктор для того, чтобы защитить свой дом от затопления после ливня, это звучит весьма необычно. Но на деле всё оказывается не так удивительно. Перед нами система ливневых каналов от компании Realm. Да, она собирается действительно как конструктор. Каждый элемент имеет удобные соединительные каналы и оснащается сменными решётками с клипсами. Более того, конструктор сделан из пластика, поэтому его легко резать, пилить и сверлить, что делает монтаж ещё проще. Стоит отметить очень важную особенность. У каналов глубокий 100-мм профиль, из-за чего система справляется с большими объёмами воды. И да, ещё она справится с легковыми автомобилями, однако только если соблюдены все требования по установке. Эксесс На выбор у компании Эксесс есть теплицы длиной от 0,8 до 1,9 метра, так что можно выбрать варианты для самых ограниченных мест. Они защитят посадки от всех возможных угроз благодаря своему алюминиевому каркасу и закалённому стеклу. Ещё теплицы комфортны для растений и удобны для пользователя. Из-за раздвижных дверей у владельца есть лёгкий доступ внутрь, а также возможность обеспечить свои посадки свежим воздухом. А благодаря регулируемым полкам пользователь может выращивать как высокие, так и низкие растения. Заплатить за решение от Эксесс нужно от 524 до 2627 долларов. Мамос Это настоящий гигант от мира пеллетных коптилин. Вместительность мамос составляет 1 квадратный метр, так что с помощью неё можно приготовить еду даже для самой большой семьи. Все блюда располагаются на пяти больших стойках с десятью различными вариантами расположения. Они входят в стандартную комплектацию за 999 долларов. Кроме вместительного отсека для приготовления, мамос обладает большим бункером, куда умещается 18 килограммов пеллетов. Если наполнить его полностью, то решение от Грилла Гриллс будет коптить 48 часов подряд при температуре 250 градусов Цельсия. Конечно же, создатели не забыли про то, что на дворе 21 век, поэтому приготовлением еды можно управлять, не вставая с дивана через приложение компании. А если хочется ощутить аромат блюд, то никто не мешает подойти к устройству, на нём есть дисплей. Танкстен Эти обогреватели идеально подойдут для тех, кто хочет много времени проводить на воздухе даже в прохладную погоду. Устройства от компании Bromic крепятся ближе к потолку патио, из-за чего они даже не попадают в поле зрения. Кроме этого, создатели постарались над дизайном, что тоже улучшает маскировку обогревателей. Скрываясь от глаз, обогреватели под названием Танкстен не скрывают своей производительности. Есть четыре модели, которые имеют мощность от 2 до 6 киловатт и обеспечивают равномерный поток тепла, увеличивающий температуру на площади до 14,8 квадратных метра. Стоимость обогревателей начинается с 690 долларов за 2-киловаттную версию и достигает тысячи за 6-киловаттную модель. Гейсбокс Вот такое решение можно установить на участке, если нет времени, сил или средств на возведение обычного гаража. Впрочем, Гейсбокс можно назвать не просто быстро устанавливаемым и более дешевым аналогом гаража, а его полноценным конкурентом. Причина в том, что Гейсбокс также хорошо защищает от всего, что угрожает целостности машины. Каркасы панели стойко выдержат солнце, дождь, град, снег и любую другую природную угрозу. Также имеется как автоматическое управление с помощью пульта, так и ручное. Более того, кому-то такое решение может показаться и вовсе лучше обычных гаражей. Гейсбокс прозрачный, а значит, пользователь может всегда осматривать свой транспорт. Да и вообще, решение выглядит просто стильно или даже роскошно, чем не могут похвастаться традиционные гаражи. Лодж В сегодняшнем видео уже был камин с динамиками. Теперь наступило время его более привычного собрата с более привычной стоимостью в 399 долларов. Да, Лодж не производит огонь, но он огненный в другом плане. Каждая сторона устройства оснащена солнечной панелью, поэтому для его установки не нужно тянуть провода, а для нормального функционирования нет необходимости постоянно заряжать устройство. Также не нужно избегать колонки при поливе, она спокойно выдержит воду, которая попадет на корпус. Управлять потоком музыки из Лодж можно через Bluetooth с расстояния до 30,5 метров. Ярд Мьюл На сайте компании Atomic Zombie есть подробная инструкция о том, как собрать вот такое транспортное средство. Заявляется, что для полной сборки требуется часть стоимости квадроцикла, распространенные детали, а также доступные инструменты, такие как шлифовальная машинка и сварочный аппарат из обычного универмага. В результате получается полезнейший помощник, на котором можно просто ездить по своей территории и экономить ресурс своих ног. Можно транспортировать самые разные грузы и удобно выгружать их за счет самосвального кузова. И, конечно, есть возможность буксировать небольшую технику, присоединив ее сзади. По инструкциям от Atomic Zombie также можно собрать еще одно полезное транспортное средство для работ на своем участке. Умельцы из компании, конечно, не думали о таком применении, но почему нет, ведь на велосипеде такой высоты можно и быстро передвигаться и, например, ухаживать за высокими деревьями в саду. Термоселл Чтобы начать хотя бы частично побеждать в бесконечном сражении с комарами, достаточно заплатить 60 долларов компании Термоселл. В ответ она пришлет комплект, который состоит из трех приспособлений, быстро и просто устанавливающихся в землю или на столб, 9 пластинок, которые помещаются в приспособления и отпугивают комаров, а также 3-12-часовых топливных картриджей. В итоге у владельца дома будет 13-метровый барьер или 62 квадратных метра площади, которая защищена от кровососущих вредителей. Причем находящимся в области действия отпугивателей людям бояться нечего. Компания говорит, что решение не содержит химикатов, пламени или центранеллы, не генерирует никаких звуков и не производит грязь. Продолжение следует... Продолжение следует...